Не надо ничего о том. Я сказал не против телевизора, а против пустоты, не против компьютера. Эта машина страшно умным человеком составила, даже что-то мистическое как будто бы в нее заложено. Даже понять я ничего не могу как. Но куда его использовал дьявол? Вот эти игры. Что это хуже наркотика. Сегодня уже психологические исследования прошли, а от наркотиков редко кто отходит. От этого почти никто. Как от телевизора вот этой беды. Очень новые интересные игры продаются. И глядишь, заходишь в учреждение, здоровые дядьки сидят и там давят на эти кнопки. И что-то там бегает, прыгает, пинает. Безумие. Когда умирал у Асиона ученик, он заплакал. Отчество, помолись Богу, чтобы дал мне один час на покаяние. Он же сын мой дорогой. Да сколько же этих часов-то было? Мы как с тобой познакомились уже, говорит, 30 лет. Да ты умножь это на 365 дней. А в каждом дне 24 часа, а в часе это 60 минут. Чего ты просишь-то? Почему ты сейчас схватился, что надо? Вот ты не разъявил, что тернием все заросло. Что какие слова тебе говорил, сатана их воровал. Ты почему сейчас схватился, когда споткнулся, уже в гробовину ударился. И тогда начинаем тосковать. А у меня времени нет на покаяние. А на сегодня благоприятное время. Вот ныне день спасения. Если мы так будем поступать, как Господь учит, Аллилуйя из наших уст не будет уходить. Мы постоянно будем сказать, Господи, сколько я лишнего времени проводил на этом. Ну, каждый себя, знаете, с кухни в кухню, это языческое шактание. Из комнаты в комнату. Комнат много, и вот шатаются. Пришел все, на этом все кончилось. Начало говорить, вот мы вышли таблицу. Две-три минуты предельно по телефону, говорит. Потеряю 55 секунд. Да мало того еще. Подходит ко мне. Ваша родственница говорит. Вначале мы и обижались, говорит. А больше нельзя, телефон ломается. А сейчас, говорит, пошла платить. Три рубля вместо тридцати пяти. Так-то хорошо. И все успевала сообщить. Вот и все. И ты какую вещь не нужную не возьмешь. И лишнее не наговоришь, не пожалеешь. А в конце жизни ты общая. Прекрасное Аллилуйя, скажешь. Господи, мне это подсказали. Я прошу. Ты, люди бесконтрольные. Над вами никто не стоит. А скажи, Господи, возьми контроль над моими устами. Поставь преграды уста моим. Давить неоднократно об этом можно. Молимся ли мы об этом. И всякое маленькое слово, кто нам что-то сказал, не прими это в укор себе. А может быть и правда в этом что-то есть. Двух дышит где хвостик. Иногда и ослица Валама может научить. Что человек хотел этим сказать? Мы уходим по теряльке с храма. А в это время приходит нам старобрядка одна и говорит. А батюшка где у нас? Да батюшка в путешествии. А почему за него не молились? А у нас, говорит, в Новосибирске, как как отец Михаил уезжает, всегда молятся вслух всех. У старобрядцев молятся вслух и имя поминают. Как далеко мы от них остались. А уж ниже старобрядцев, кажется, идти некуда. Насколько все костно, застряло и все. Мы хуже их? Я спрашиваю, сейчас машу руками. Ну давайте тут, ставьте батюшку, хоть заболевшими где-то, пониже его возьмите. Нет, как будто его и нет. Даже имя его не услыхали. Кто-то к нам первый раз пришел, он даже не знает, есть у нас вообще батюшка. Может быть, не беспоплодцы какие-то. А это почему? А мы плода не приносим. Мы не оценили, что у нас. Я сколько раз говорю, мысленно представьте, что батюшки не будут. Нам говорят, вас не будет батюшка, потеряю коросыпицы, здесь еще не будут. Молитесь, чтобы Бог дал лучших. И я братьям говорю, вы молчите, начинайте проповедовать. Особенно батюшки нет. Там у нас могут пока чтецы, кому, говорится, по чину, дали такую одежду черную, награду. А когда батюшки нет, у нас любой может проповедовать. Братья, конечно. Так что, братья, к следующему богослужению, так называемому апостольскому, я прошу подготовиться. И тогда я еще раз скажу Богу Валилуя, что я трудился, говорил не зря. Это, братья, для вас всех. Вы все время отнестаетесь. То не приготовился, то некогда, то не речисты. Ну, сколько скажете, а вы, сестры, усиленно об этом молитесь. Чтобы Бог дал нам хороших, прекрасных проповедников. Я-то самолуп не учился нигде так от нужды великой вылез. И я начал учиться на компьютере. И за меня помолите, чтобы Бог меня мозги маленькие растрес, они уже у меня какие-то закаменелые, чтобы я понял, что к чему. Компьютер очень хороший, что-то печатать. И это принесет добрые плоды. Университся сильно в 360, может быть, в 1000 украд еще. Мне просто это необходимо, а я это понял. Чтобы были у меня хорошие учителя, терпевивые, я бестолкован, чтобы они, как говорится, не долбили по голове. Чтобы я что-то запомнил. И вот, хотел краткую молитву, помолиться сейчас, чтобы Господь сохранил нашего батюшка, вернул его и дал ума разума нам. И чтобы мы принесли плоды, хотя бы в 30 раз. И непрестанно повторяли, аллилуйя, 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 слава тебе Боже. И мы остаемся те же, если мы духовно не меняемся. Мы только можем совершенствовать свой характер, испытывать влияние Духа Святого и продвигаться вперед и выше. Или падать с какой-то ступеньки, опять подниматься и идти. Так можно Богу молиться вот так, как мы молимся. Мы назвали апостольское служение. Или нельзя. Я хочу, чтобы все это записали. Это собрание, моление, рядом с ним, в скобках, в Новом Завете. Я улучшенно ничего не взял в Детхого Завета. Что, знаешь, что скажешь, это в Детхом Завете, вот именно только в Новом Завете. В Детхом Завете мы видим, что Христос пришел, к Нему подошли, а у Него есть Слово, есть. Он взял, прочитал. И справка Исаия, в этом благоприятный Господь, висел, и глава всех были устремлены на Него. Это было служение. Такое шло. Храм был один, а синагог было много. Синагог означает шуме по-сенецки, школа. Больше здесь ничего нет. Храм это там, где есть престол, где приносится жертву. Священника нет, жертву не приносится. Храм остался, а жертву нет. То есть у нас в данный момент, когда приезжает священник, это храм. Когда в подденном смысле, что здесь жертвенник приносит бесформу на жертву. Здесь мы не прикасаемся и не задеваем. Когда священник а есть, мы просто пришли в школу, пришли помолить. Потому что все на Новом Завете написано, это по образу Ветхого Завета. То была тень будущих благ. Там был медленок, у нас Агнист Христос. Там был жертвенник, у нас крест распятия. Там был колчак, западный внутренний дежавр. У нас Божья Матерь вообще принесет Христа. Бог был Слово, и Бога был Богом. Это надо знать, что к чему, как обрежать. Не просто так. Как молились в Новом Завете, и почему сейчас так не молятся. Явля 6.5. Ну, вы полностью там выпишите. А сейчас пока напишите. Угодно было это предложение собранию. Так, предложение напишите. Явля 6.5. Я буду считать вам, о чем идет речь. Собрание означает лень. Собрание означает церковь. Через церковь стоит. Церковь это не кик-печи. Это неправильное название. Церковь это собрание, держащие души. Во всем священном здании, это поясняется. Это вы привыкли называть. Вот это здание, церковь, это не называется церковью. Шестая глава. В эти дни, когда умножились ученики, произошел Иеремиста в пропадной игре за то, что в зависимости пренебрегаемого в жизни жизни ежедневно надояли потребности. Тогда 12 апостолов, созвавшим множество учеников, сказали, нехорошо, но оставишь, что Слово Божие пищит из стола. А у нас Слово Божие оставили, точно так же. И вот поминальные столы, там церковь буквально ломятся. Пекут за стола. Ничего не меняет. Итак, братья, выберите из среды себя всем человеком, светом, исполнив Святого Духа и мудрости, поставим на эту службу. И постоянно, а мы постоянно перебудем в молитве и служение Слово. Молитва и служение Слово. Ну, речь о чем идет? О храме служения. Собрали две молитвы, и дальше идет служение Слово. Слово служение Слово на фоку и погибли. И угодно было это предложение всему собранию. И выбрали, и дальше поясняется. Угодно или не угодно, угодно. И выбрали, короче, чтобы исполнены силой Духа Святого и верой. А каким принципам надо выбирать людей? Чтобы была глубокая вера, знание Писания и жили в Духе Святого. Гелянец запишет. И Слово Божие, на седьмой стих, росло. Слово Божие, на седьмой стих, росло, то есть проповедовалось и в другие сердца закладывалось, в другие уши передавалось. И число учеников письма умножилось. И число учеников письма умножилось. Таких учеников? Христовых. Тогда в Акадестве считали, Акадон, Икосы, их не было еще. Вот, ну, ведь не надо. До них еще столетия пройдут. Ну и давайте, положим руку на сердце, скажем. Все-таки, что было ближе к Богу? То, что придет в триста-четыре столетия, надо, или прямо, ну, в первой риповке Христа. Ну, когда оно было более возвышенно? Ну, тут говорить даже не надо. То есть, первообразец, первоапостольское служение, оно осталось как пример. Как пример, больше ничего. Потому что сегодня ничего мы этого не видим. Но мы скажем, да, блаженны были эти люди. У них ничего лишнего не было. А ведь у нас только взятые апрекутики. Просто храм построить. Какие специалисты, арочные окна, как это все это закрутить. Колотольни какие-то. Колотольни. Ничего этого не было, повторяю. Откуда ты здесь делаешь? Там написано, ежедневно собирались по домам. Все, все, храм были, что ли? Да они прятались. И сидели запердели. Когда Федор Федорович учился, думал, что я все не открываю. То есть, как реминиционеры прятались по домам. Улица Анатолия. Но никто и не знал, где вы, что ли, там табличка сегодня висела? Что открывали здесь? Молились по домам. А были престолы, никто этого не знал. А антиминцы ведать не ведали. Что это за антиминцев служба шла? Ну перестаньте. Еще мучеников нет, где бы они мощи-то брали. А уж дробить тела человеческое, когда придет потом, потом, потом. Ничего этого не было. Был жертвенник. Хоронили, умер заказненный, и на том месте ставили престол. Вот как было. А чтобы ведать человека, руку и богу, как сегодня, этого никогда не было. И нигде указаний на это нет. Только запретая. Нашел колоколов не было, где его было, никто не знал. На свечке было много светильников. Какие мы не знаем. Светильников написано много. А может они были из массы, а может из скала. Ничего не знаем, не надо прибавлять. Чего в гибких нет, о том не рассуждают. А далее. А были ли они, а считали, что псалмы? Да, были. Псалмы считали, это написано. Написано. Прямо в гибких апостолах считали, что псалмы, и разъясняли, и толковали. И где это написано, мы сейчас все найдем. А как они молились? А так, чтобы помолить у них поколевалось место, где были все собраны. И все исполнили силы Духа Святого. И все, на Ленин пошли проповедовать. Все. Все у нас выражалось. Только в одном. Проблемы Слового Божия. Больше ничего у нас и не выражалось. Неписано, что они приняли и дали, плакали. Пророк один говорит. Господи, почему ты нас не слышишь? Мы уберем, как и медведи. Ревем, как олени в лесу. А ты нас не слышишь. Сравнение-то какие дают. Как медведи орют. И Бог нас не слышит. А почему? Препятствия и грехи ваши. Мы думаем, что до Бога можно добраться только в специальном порядке, составить экономик. Кто-то написал. И помимо Бога молитвы, тогда Бог услышит. А если исполнился, Бог не слышит. А теперь еще Бог? Какой-то профессор, буква ли это ли кто? Я вам напомнить хочу, что ученики, когда обращались ко Христу, то обращались со мной не возможно. Но однажды не увидели, что что-то не получается. Так от молиться надо уметь. И они к Нему обродились. Господи, Ты нас научил, как правильно вот это делать. Научил, как любить. Но научи нас молиться. И мы посмотрим сегодня катехизис. Молитву, которую дал сам Христос. Умеем молить или не умеем? Или когда нам покажут тот катехизис, как молить? Но мы уже приходим не по нашим. И если я вновь наполю, то я так молиться не буду. Это явно, что мы уже сбились в пути. Запишем Якова 2. Я сначала по собранию, по Иеракова. Соборное послание, апостолы Иеракова. То есть мы здесь посмотрели, что когда правильно собираются люди, Слово Божие растет, ученики умножаются, и написано было в пути цветов. Сегодня в церкви ни одного, ни первого, ни второго, ни третьего нет. Слово Божие не проповедуется, число учеников не растет, никого нету. Ну и не умножается. Ясно, что еще оно умножается-то. Когда он не растет, а еще его. А в поведущие. Якова 2.2. Запишем. Если в собрание ваше войдет человек в богатой одежде и многоточие поставьте и закройте. Он тоже так пишет. Значит, в наше собрание, в следующих, войдет человек и далее. Он стоял и начитил, сидел. Ты ему скажешь, присядь туда, там дальше говорить. Не сказал, встань, туда. Я вам хочу просто заострить разум ваш, что в Библии иногда достаточно одного слова, чтобы уму, пропитанному Духом Святым, уходиться. Напоминаю, 16 глава Иоанна Хествики. Говорит о том, что богатый находился в аду в будущем луках, поднял глаза свои, убил его в доме Авраа и Иоанна, на ноги его. Якова пришли, давай ничего больше не нашел. Но в аду, учись ты, и туда тебе доводят. А Затауст говорит, он что сделал с глазами? Поднял. Это что означает? Поднял. Что означает это? Ну что, поднял глаза, открыл. Да нет, он поднял. Вот означает, что в равной, в равниной высоте находится. Ух, как же я не задумался. Теперь я это знаю. А он адвокатом был в Затаусте. А адвокат, следователь, он за каждое слово цепляет. У него адвокат, хилл был. Ты понял, нет? Что тот находился в глубине, этот вернул, поднял, не отпустил, а поднял. Ты делаешь отличие? И дальше. Кто кого увидел? Богач. Авраам его увидел? Нет, не написано. Это что означает? А означает, что тот сидел во свете, а тот возьме. Вот ты во свете, а что он сидел, тебя с улицы видать, а ты того в темноте, ты его не видишь. А там этого не написано. Заметьте, написано и увидел. Больше ничего не было. А потом уже о твете речь ведет, о тьме. Почему? Тут бы тебе ясно, я прочитал, теперь и ясно. Значит, надо смотреть книгу. Да смотреть там очень хорошо, о чем там написано. Почему это сказал Христос? Чем это вызвано? Какая была обстановка? Войдет в ваше собрание человек. Значит, приходили люди и разного были социального положения. И к ним относились по-разному. Я кого-то осудил. Он не сказал виноват, что посадили его. Но посадили на возвышенное место. Сразу же. А во христе этого не должно быть. Богатый, бедный. Стоите одинаково. Молитесь. Значит, в собрании сидели. Речь идет о христианах. Сидели? Да, сидели. Надо же там. А если мы все сядем, нас осудят. Значит, маленько не сходится. Я хочу или не хочу, но я должен, знаешь, остановиться и сказать. Я не за то, чтобы сидели. Я за то, чтобы стояли. Но давайте хотя бы агернативно допустим, что можно сидеть и можно стоять. Нет, мы на это не положены сидеть. Хотя первое апостольское церковь. Сидели. Мы прямо это находим. Христос сидел. А просто мы сидели. И когда сидели, к Нему подошли, сказали, брат, есть ли это слово, он поднялся к нашему проповеду. Ну сидели же. Ну что с этими уберками-то быть? Вот мы уже писали. Значит, надо защищать не то, что мы имеем, а прилетельно к истине. А если хвалить только свое, защищать, то у меня правильно. Значит, еще в голове уже правильного нет. Записывай. Матфея 24-14. Дома выпишите, а я посчитаю. Христос говорит так. Горе вам, что нестемерно долго молитесь. Вещь шла не в лицемерных долгих проповедях, а в лицемерных долгом моления. И другие слухи вам не видят. А вдумайтесь в это. Про кого это говорится? А ведь это в первую очередь про нас. Так долго молиться нигде не молиться, особенно старо-отверсти. Это же оно лицемерно. Мы стоим, кланяемся часами. И ни одного слова Божия не слышит. И лицемерно долго молитесь. И не как-то олюбите на улицах, на углах. И сейчас столкнул, что вы не только бабки, и накланиваются, и накланиваются с формальной остановки. Ни в одной зеркви, нигде этого нет, только у нас. Мы должны же, можно сказать, душ очень похожи на нас, окаян. Как будто бы мы там, где то я стояли. Иистос говорит, что в лицемерно долго молитесь. Широкие одеты, длинные, любите. Вот такие уж и не руководства сидят. Но может и не про это, душ очень похожи. Ну однажды, потому что мы должны для себя сказать, Господи, какие мы лицемеры, уж так-то недолго молимся. Ну маленько не так уж долго, как старая бряда, а все-таки хватает. Двадцать с половиной, три часа. Двадцать четыре, двадцать. Двадцать четыре, двадцать. Там встретите такое, молитесь, что бегство наше не стучилось в субботу. А у меня сегодня и другая мысль пришла. Там речь идет о том, что Бог, когда призовет нас на суд Божий, не застал нас сидящих, ничего не делать, телевизор смотрящих. А чтобы работали, помни, посещали, копали, работали. Чтобы не в субботу, в субботу-то покой был, шабр, покой. А у нас, смотрите, чтобы не застригло ваше бегство в субботу. А у нас как раз бегство в субботу. Кто куда бежит, и бегство-то достигает нас в субботу. На собрания не было. На моления вечером нигде нет, и на вкресенье нет. Посмотрите, чтобы о том все стучилось. Перепразируйте на сегодняшний день. Нет собрания. А в марте, два-три, трижды, торгашат, и это почему? А он везде там шарится по базару. Молитесь, чтобы не стучилось бегство в вашу субботу. И взгляни, приближенное к сегодняшнему времени, к сегодняшним дням. Двадцать шесть с половиной. Там написано так. Бодрствуйте и молитесь. А что означает бодрствуйте? А не спать, как мы спим, окаян. Как ведь лошадь упряжка. Начнешь так еще пропагандовать. Ну не буду упасть им пока. Ну спите же ведь. Прям падает стоит. Так это пробует, говоришь, касается. А у тебя сон где-то стоишь. Сколько раз тебя застают? Открою глаза. Священники стоят. Кто раз откроет? Пусть-то никого нет. Сюда там и не стая. И не упадут, не пошевеливаются, и один человек не узнает. Вообще искусство какое? Это надо длинным, долгим навыком к этому подходить. А написано бодрствуйте. Бодрствуйте на стойке и молитесь. А нам главное часы вообще выстоять. И не упасть. У меня один человек стоял, знакомый, и шатнулся, и упал вперед. А впереди девушка осталась, и молиться. И тот тоже и не застал. Он на бабушку упал. А на следующий, как доминушки, на другой. Бодрствуйте и молитесь. Если уж кому относится, то к нам. И не бодрствуйте, мы не можем все. А стоим же. Я стоял в службу. Выражение такое придумали. Первое користино 5.4. Первое користино 5.4. Давайте проскрепим тебя по хректу разовывой. Первое користино 5.4 написано там. Это собрание в вашем во имя Господа. Дом разберете. Значит, собирать все надо во имя Господа. Не посмотреть друг на друга, не новости узнать. Не отмельциться, чтобы меня на замечание не поставили. А во имя Господа мой Господь подолевает. Я верну. Я во имя Христа пришел сюда. Мне так не хватает общественной молитвы. Я дома молюсь. А когда вместе с братьями и сестрами, я знаю, непременно получу. Просимое. Первое користино 14 глава выделите особо. Просчитать всю главу. Ее нельзя разделить. Вопрос. 14 главе. Напишите сколько. Что из этого есть у нас? Была ли стандартная форма служения? Много вопроса. Ну, стандартная форма у нас уже священник знает. Как дальше будет какая книжка за какой, какой кондакт, какой их, какой комон посчитать. От барабана. Посланники князя Владимира, запишите. Вернувшись, сказали. То есть они были посланы князем Владимиром во все страны поискать какую веру сделать государственной религией. Вернувшись, сказали. Мы были как на небе. Они сказали, не знаю, были на небе или на земле. На богослужении в бизантийском правоплавном храме. Езычники. То есть по-гречески не понимали. Слуги князя Владимира. Что они могли понимать-то? Езычниская страна. Тем более богослужения мы-то не понимаем. Вот в кем стоит. Пасхан. По-гречески не понимали. То есть богослужение было от них закрыто. Присутствовали впервые. Были поражены пышностью, красотой. Пишите, пишите. Потом будете искать. Если не пишут, то тоже с какой-то целью не пишут. Чтобы не проник сверху в мозги. Как слово последнее? С пышностью и красотой. С пышностью и красотой. Граничащей с пышностью византийского дворца императоров. Сказали ли бы они это? Не помните задавать вопрос. Реально представляете то, сынок. Предпочли ли бы эту апостольскую простоту? И не посчитали ли бы ее как бы за ничто? Как бы за ничто? В сравнении со слепительным. Патриаршным служением. Свет. Что там? Светильники какие. Свет. Золото. Все в золото. Золото тебе сделано. Золото. Одежды. Курение ладана. Ходы. Пение. Рыба не составлена огромная. Это для размышления. Четырнадцатая глава. Полностью пересчитать. Запишите. Четырнадцатая глава. Глава Коринфян. Полностью пересчитать. Внимательно, внимательно. Матфея 19.8. Калычки оттройки. Многоточие подставки. Я у вас выдержку возьму. Полностью по сердю вашему. Там лишь по обраку. По жестокости о сердю вашему. Сколько? По бездуховности. Я перестисляю. По бездуховности. А дальше как сейчас я буду. Выделите по черептике красным. А сначала не было так. Христос ответил. А сначала не было так. Надо научить на Иисус эту фразу. Что бы нам ни говорили, мы всегда должны смотреть туда в хоре. Люди подошли ко Христу и говорят. Господи, а позволительно ли сюда попросят или крещение разводить? Он говорит, нет. Буквально одноплошь. А как же Моисей разрешил? Моисей позже. С палашем уже цикотердию. И они ничего не сказали. А что даже цикотердию? Тогда же они не ходили на работу. Ну а тут же, ну и нет. Обязаю еще красивее, моложе. Он берет ее, надо кормить два-то, три-то. Вот Матфея уже освобождался, подбубивал, вот еще что-то делал. И Моисей тогда сказал, чтобы не было кровопролития. Дай я вам подробное письмо, пусть идет. Моисей так сделал комментарий к закону Божьему по жестокосердию. По жестокосердию. Не потому ли все это богослужение было составлено по бездухожности народа. Я поясняю вам. А, кстати, не было сначала так? Ну, не было. Чего у нас теперь издает-то теперь? Один раз показали, как, ну, примерно, у нас не апостол сколько, на два, у нас вся конвай, у нас все это столетик накапливается. Но одно слово не туда, и уже каким Богом представляет эти бюрократы? Это о каком глубоком неделе из человеческого сердца, когда мы все такое говорим? О каком не понимании смысла молитвы? Совершенно не напряженный человек, который может столкнуть об этом. А вот батюшка, наверное, не благословил. Он благословляет, когда к Богу пришел. Какое благословение? А зачем батюшка между мной и Богом может стоять? Батюшка стоит совершить слово, бескровный жертв. Все. Дальше, батюшка, не будет сидеть со мной, из-за солнца, если заставать, походы делают, еду в трамвае, в поезде, походы. Причем тут батюшка-то? Чего вы идолы строили? Кто тебе позволил это сделать? А вот такая неприятная батюшка на каждом ходу, если вера, как и ядна. Бог не позволил этого делать. Он говорит, проклинаю ваше благословение. С вами нет. Вторая, третья глава. Ророта Баласии. Ну, взгляните реально на этот мир. Я и Бог больше никого не будет. И на Суде Божьем я точно так же предстану. Матфея, седьмая глава. Седьмого по одиннадцатый стих. Дальше шестая глава, пятого по тринадцатый. Желательно, конечно, выписать. Посмотрю, кто делал. И далее. Стрелочку пустите в Лука, девяносто два. На Луку, чтобы выйти. Вот ученики спрашивают, Господи, вы много научились, где сына оповенуется. Научи нас молиться. И Христос начинает их учить службы церковные. Отче наш, сущий на небесах, засветится имя Твое, да приедет старство Твое, да будет воля Твоя. И на земле, как на небе. Хлеб наш, сущий, подожди на каждый день. И прости нам, долги наши, как и мы, прощаем дождика нашим. И не веди на свои искушения, но и варь нас от лукавого. Ибо Твое есть старство, сила и слава вовеки. Аминь. А дальше все научились дети молиться. Ну а так, камон, поклательство. Вы прощение, я вас получил, дальше вы еще в грех тюрьму. На что-нибудь дальше есть? Ваше нигде нет в Писании. Вы чем вы думаете-то дальше? Вообще дальше ничего не надо. Надо. Но только дошло, войти в это кому? Вообще дальше больше ничего нигде нет. И Бог услышит? Достаточно. А сколько надо считать? Просчитай правила терапии в Астановску. И дальше он ничего не ведет. Господи, помилуй, там подородишься, все так получилось. А я тебе посмотрю, сколько всего понаписали. Мне все вспоминается, слова Александра Мения беседуют. Я говорю, дед, ну откуда это все пришло? Он говорит, монархи, средневековы, у которых много было времени свободного. Они же все оставили, и уже не было. Главное, погодите на время из мужского-то. Ребятишек-то не было. Колорадские жуки трубцы не поедали. И они сидели и измышляли. 104 этажа праза наворачивали, что сегодня не могут даже добраться. Перевезти не могут их. Научи нас, Господи, молиться. А то мне за молитву спорят, как вы себя раскушаете. Окаяние, Господи. Не сильно долго молитесь. Я вам показал, как молитесь. Признай Бога Отцу. До года года. Если ты хочешь 7 северских соборов признавать, признавай, что есть и сенасущная, и раздельная троица. Бог Отец, Болтый, 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 Святой. Всего 6 северских соборов признали. И в нем две годы, два естества. И я признаюсь в 7 северских соборов. Все, 7 северских соборов я признал. И мне в него не упасываешь, и чем. Верую, поклоняюсь. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Ныне, Кристу и Водильки и Духову Ни. Все, 6 северских соборов я признал. Все, то остальное, шевший небес, мы наворачиваем одно и то же. Ты посмотри, что написано. Я не против, должно быть. Но не надо человеку... Сталкивать это. По жестокосердию, то есть по бездуховности. Я хотел, что писали, троцы. И я вот так поступил. Мы в лагере находимся. Детский лагерь. У нас особый устал. Поскольку устать? А что это нужно? Ну, я так составил. А ты меняешь иногда? Да, я меняю. А вот тебе вон будет, брат. А я ему не разрешаю. Я знаю, что я его разом. Он так замернешь, что начнет купать и прямо с постелем в риху толкать. Я знаю их. Проделить 5 матрасов. У нас, по-другому, через 5, без матрасов он не вернул. Мы пока не хватили, уже не на полных досках. Он нам не сказал. Поэтому я все наставили предусмотрел. Но предусмотрел тогда, когда он думал, что он дубовый. Совершенно. Так вот составили, это сложно, потому что потеряли связь с Богом. Поэтому составили. Ну, хоть что-то считайте. Приди, вот смотри, хоть что-то узнавай. Дай нам костыли. Ну, сейчас хромает, не может. Костыли. Убежит, на костыля пришел. Но не надо теперь думать, что его дети будут рождать, и такие же маленькие костыльки будут положить каждому ребенку. Мы до этого дошли-то. Без этих костылей уже нельзя жить. И он же сейчас будет такие же костыльки делать, чтобы своим всем потомкам в костылях. А почему? Ну, где-то, где-то костыли. Ну, где-то даже не понимать. Тебя полезно считают. По повреждению. И сама эта служба составлялась, веками накапливалась. Числи какие. Да не надо ничего этого. Я вам скажу страшную праздну. Повторяду. Иоанн Балалус говорит, Евангелие, вот это вот, написано к стыду нашему. И вот не надо было писать. Оно внутри написано должно быть. К стыду нашего написано Евангелие. Вы так помните, что происходит? Так, трижды или четырежды к стыду написано нам служба. Оно внутри. Ты должен за все прославлять Богом. Давыдил, что он не писал. Давыдил, что он не писал. Да ладно, нам надо идти, расчет писать. Посмотрите, смотрите псалом. Ели. Какие вы, смотрите, жилища алистов. Горные утесы, заяцы. Нищищенством прятаются, заяцом. И выходит человек на дело, что и на работу стоит до вечера. На вторую смену не выходил. В кончайшую рашку. Не было куда. И все, все, что он видит, и моря великая, и пространная. Какой-то левопан там сыграет. Где-то гербузский треугольник есть. Я не знаю, где оно есть. Слава тебе, Господи. Юноши. Скорее, Господа. Девицы. Славьи, Господа. Дерева, рыбы, малые, великие, скоты. Славьи, Господа. Аллилуйя. На каждом шагу. На кто тебя научил? Любящее сердце. Сердце, исполненное грехом. Ну, он любил Господа. Насколько далеки мы от Бога, если к Богу строим такие вот коридоры, лабиринты, что не пробиться ничего нельзя. И когда одна же только показали, оставили, то мы структуру-то не изменили. Нет, нельзя. И я буду говорить епископа. Я буду говорить священник, просто так вот. Мертвящина окаянная. Я специально допустил это, посмотрите, что с вами будет. Проверь. А срамили вы меня с ножной головы? Сколько лет вас учили, ничего не поняли. Богу нужно сердца щище знат и более крепкое в труде. Мне нужно брать бегающие брата. И вержение всегда есть здесь. Мы когда указали стрелку на уходе на святой, это означает, что очень наш. Иисус дает ему двух вариаций. Я спрашиваю старого лета, скажите, а почему вы считаете только по Матфею? Они не могут сказать, что луки нельзя считать. Потому что это не только лист, лука тоже Божий человек. И Матфея. Но все считают только по Матфею. А луги нет, и во дворе листа, что это добавили и ныне, и пресно. Это добавка, и это то. Христос этого не учил. Даже в молитву и Иисусу ставили слова не побоялись. Вот ставить никто не боялся. А вытащите первое второе истоку. Трясутся всех вот так вот. Вы же, в втором деле, лепеснуетесь. Если слова Христова сказаны, небо и земля приедет, а слова мои не приедет, и не давал ни одной езды. Как не побоялись ставить сюда эти слова? Да ты что против? Я ничего не могу сделать. Я могу в последний раз проповедовать. Но я один раз могу рассказать. Христос запретил приволнять. Этим заканчивается Библия. Не приволнять к словам Него. Притча 30-6 стих. Чтобы я не обречил тебя, говорит Господь. И ты не оказался лжецом. Ты же, Свою Божию подаешь, а там этого нет. А учишь лжецов. Откровение 21-27. Вот и в окно. Так я надеюсь тебе, Господи. Я хотел лучше. Ответите, проклятый мой мой вечер. Богу не надо добавлять. Поисею три слова добавлено. Бог говорит, не войдешь на бетонную землю. Солом хотел лучше. Не уничтожен, скатинь. На жертву привезет Бог. Жалею, что я убрал тебя. Почему мы на окно древних не уничтожили с этого? Мы ничего не изменим. Но давайте вот раз. Глянем реально на это, что написано. Ты любишь слово Божие? Это происходит, что ты любите меня. Скажите, что слово вы любите. Слово про и превышен всякого имени Божия. Богу 500 имен, а слово Божие будет выше этого. Ну что тут непонятно? Нам ли это не понимать, сколько занятий мы ведем? 500 часов академии считают, что заложены. Еще запишем. Я на Тимофеях 2-8. Первый Тимофеях 2-8. Напишите, по слову. Воздевали руки. Воздевать, когда поднимали. Чем нужно поднимать, а не только батюшка. Вот так, выяснили. Мужик, в прошлом не написано. Воздевали, знаешь, что напишите? Где? На всяком месте. Запишите на всяком месте. Пощеркните. И столовая взрывная наша, и в туалете, и везде. Места никакого не определенного. На всяком месте. Слово взрыва тебе не надо пояснять, что означает. Все, и вот здесь, дома, в сарай зашла, в коридоре остановился. Это говорит нам Библия. А вы что определяете? Вот здесь Бог. Дальше тут не пошевелиться, что потом нельзя? А если за порог, может быть, по шее заехать и в морду дать, и матом обложить? Потому что за пределами уже храма-то. Да Бог везде. Лесенеры. Что придумать? На всяком месте вы снимаете руки. Без неба и сомнения. Матей 5.14. Молитесь за обижающих вас. Я вас прошу, когда просил, за обижающих Геннадия попробую молиться. За Петрянка молитесь. Усильте сейчас молитву. За обижающих. А Богом, говорит, начинаешь молиться в первую очередь за обижающих. За обижающих. За обижающих. Где в детстве сегодня это есть? Нигде этого нет. А Богом, говорит, вначале за обижающих молитесь. Матей 6.7. Молясь, не говорите лишнего. Молясь, не говорите лишнего. Лишнее. Это и ненужное, и непонятное. То есть все лишнее. Ты везешь что-то, груз какой-то в машине, в кармане, проверь, что у тебя лишнего. А то, что в дело не пристроишь. И мы столько лишнего говорим, быть может. Я не утверждаю. А все-таки. А суть это, где нужно, о чем молиться? Не обижающих, не помянули. Никто не помянет отошедшего правителя. Борис, а кто-то за нее с этим молился? А мы обязаны молиться. За жительного молиться. Написано за корей, за начальствующих. Почему нас этим не приучают? В 6.38. То есть, да, что дается полный реестр, о чем надо молиться? Я прошу записывать. Пошу жопу идти сейчас, а потом законам будет наворачивать фангир. Я посмотрю, там что-то запросто. В 6.38. Молите господина жатвы, чтобы вы слом делаете ли на жатву. Вы заметите, сколько раз я говорю, пишите, тем, кто не пишет, особенно те, кому это нужно. А почему? А потом она уже запрактировала. Он уже своим путем ведет. Часто ли мы слышим в храме молитвы, чтобы вы сломали делаете ли на жатву? Припомните. Христос говорит, молите господина жатвы. Речь идет о Христе. Что это собрые должны молиться быть, чтобы было много проповедующих. А тут наоборот, ну а все проповедники, гляди-ка, это все пророки. То есть издевайтесь на слово Божие. Молите господина жатвы, чтобы вы сломали делаете ли на жатву. Их нет делателей. Явно, что мы ведем другим путем. Нам нужно навороты какие-то делать. Чего они даже не в Писании нигде. Шерший небес. Придумываем слова, которые не в Писании ни в Библии нигде нет. Филиппийцам 4.6 Филиппийцам 4.6 Открывайте свои желания перед Богом в молитве. Открывайте. А теперь припомните, когда вы последний раз молились своими словами, открывайте свои желания. Свои желания надо перед Богом мотивировать, как я и сдал экзамен. Господи, дай мне мудрости. И сердце врача расположи, допустим, а в твоей руке. Конкретно цель. И ты об этом должен молиться. Путешествующий о чем? И только сверху его цель. А ты сам понимаешь, какая опасность. Скажем за то, что прохожу сегодня мой путь проходит через соседнюю республику. Как ненавидят русских. Молись об этом. Конкретно нужна, чтобы вчерашний союз нерушимных республик свободен. Чтобы они хоть нас не убивали по дороге, когда мы идем-то. Господи, мы всем стали противны. А не потому, что неправильно молятся. Умягчи сердца окружающей нас в республике. Это чужие все стали. И не дай Бог, что здесь дальше. Порой-то шаг будет. И заполыхают приказания. И стопорда все отойдут. Направить в Москву нельзя будет. Господи, умягчи сердца этих язычников. Пошли к ним делать. Ты посмотри, бактисцы идут куда на север. Везде-везде проповедуют. Где наши проповедуют? Этих, а у них нет. Посмотри, католики каких-то миссионеров в джонгли посылают. Мы смотрели вместе другие фильмы-то. Но не такие католики. Это я сам знаю. Но я просто говорю, пример, посмотрите. И Попород говорит, не будет ли судить себя язычник, который это делал, а ты не делал. Соли-то сам, кто осудит. Господи, ты что, соли-то, ты что? А она к пределу пришла, чтобы послушать мудрости человеческой. А вы рядом сидите, в городе не хотите прийти за пустой. Соли-то не хотите слушать. Не осудит ли она? Мы пришли к тому, что все-таки в Бога добирается, кажется, очень просто. Вот пункты, которые указаны. Немного. Соли-то, сколько в салон? Соли-то, 84. А не враждует на меня, а я молюсь. А не враждует на меня, а я молюсь. Напишите. Теперь посмотрим. Русская Дорубежная церковь. Они сохранили коммуны. Правильно. Я там был и видел. Любят коммуны. Но мы столкнулись с этим. Скажите, вы принадлежите нашей революционной русской церкви? Да. И вы сохранили все, как было при царском режиме? Да. Но от этих слов мы не отрекались. А что отрекались? Когда мы сохранили, у нас же коммунистов не было, у нас же не все эти антики. Только ребята договорились, не шага никуда. Значит, вы полностью сохранили все, что было до 17-го года. Еще раз повторяю. Да. Скажите, а вы не знаете такое белое движение? Колчак, Генекин. Полки Святой Богородицы, Архангела Михаила воевали с красными, с большевиками. Колчак под лед толканами большевиков, партизан. Да, было. А мы записали. А не враждует, а я молюсь. Поним? Почему так вы не научили людей молиться? Почему за лыжи взяли? Так они нас побили бы. Они так побили. Но последствия того, что вы не сделали так, репрессии пришли, потому что вы так и делали. А иначе бы у них уста были закрыты. Они побили бы, а то на грязь тысячу раз, может, меньше побили бы. Так что нужно было руки сажить. Андрея Сартилан, зачитайте. Тысячи пятьсот. Солдат в праве голову установили. Гвардия. Так, умер, а вот и садили. Гвардии по семьдею. И все. Дальше не сожгло. Жонки не стали убивать. А репрессии все пошли. За нами еще тропские стоят. Они так получат. Там еще ни один хаттап рождается сегодня. Год два раза там. Их ты еще растет бы надо тут. Почему? А мы не молимся на Богу. Поискли, значит, свои... Скажите, кто за хаттапа молится? Кто за басаева молится? А это на первом месте должно быть. Конкретно. Зазывайте имена и молимся. Я вам ничего не придумаю, кроме написа. О чем молимся? О том, чтобы заза по обучению его в руках. Чтобы взорвалась на этот двор. Чтобы поймел, в стране, может, это несчастный констат. Сколько грабов своих, на какой стон стоит. Сегодня матери получили грабы, они погранили. То Москва, Москворечье, то Псковка, то Пермяки. Написок считай больше. А у нас никакое командирование. Только нам уже взяли и пошли. Редактор субтитров А.Семкин